Теперь нужно доказать теорему косинусов. Здесь вас будет ожидать маленький сюрприз. Дело в том, что теорема косинусов для трехгранного угла две штуки. Рассказываю историю. Вот, смотрите, если вы знаете две стороны и угол между ними, то в обычной плоской геометрии теорема косинусов находит длину третьей стороны, так? А теперь внимание. Представьте себе, что вы знаете, например, не две стороны и угол между ними, а сторону и два угла. А найти надо третий угол. Это вторая теорема косинусов. Дело в том, что если вы вспомните сегодня, что я говорил про двойственность трехгранных углов, помните, как партикуляр вот эти, то вы поймете, что как только вы докажете одну теорему косинусов, так на самом деле у вас получится сразу же доказать двойственность. Понимаете? То есть при переходе к двойственному углу у вас меняются вот эти вот, да? Плоский угол, он соответствует двугранному углу в том. Значит, благодаря существованию двойственности мы с вами можем сэкономить на доказательстве. И повторяю, благодаря существованию двойственности на самом деле теорем косинусов будет две штуки. Ну, это две лучше, чем она. Приходите в наш магазин за скидками. Две теоремы по цене одной. Давайте, 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 доказывайте. А что, она точно так же формулируется? Она не может так же формулироваться. Потому что вы видите, что даже теорема косинусов хоть немножко, но по-другому формулируется. Но идея у нее такая же. Теорема косинусов должна дать нам с вами сторону сферического треугольника. Теорема косинусов. Что? В теореме косинусов вы тоже опускали высоту. В общем, вполне себе, да. Что называется, красиво жить не запретишь. Ну, в общем, здесь можно опустить высоту. В чем проблема-то? Даже нарисовано. А? Даже нарисовано. А даже нарисовано? Ну, может быть, даже нарисовано. Давайте думать, ребята. Это хорошая задача на самом деле. Я, разумеется, сейчас заново нарисую. Вы хотите найти величину, ну, я не знаю, какого. Вот у нас есть вершина О. Давайте вот этого угла. Вы хотите найти величину вот этого угла. Главное в теореме косинусов, что называется, как запомнить ее формулировку. Кстати, а все знают, как легко запоминать формулировку обычной теореми косинусов? Клодрандер с косинусом. Теореми Пифагория, а потом еще... Нет, я понимаю, что у тебя в теореми Пифагория потом какой-то довесок, а вот такую штуку никто не помнит. Вектор А, вектор В, а вот этот вектор зовут В минус А. Помните? С это В минус А, согласны? А дальше что мы делали? Возводили в квадрат. И это что будет такое? В квадрат минус 2АВ плюс А квадрат. Согласны? А что такое скалярное произведение двух векторов? Это произведение их длин на косинус угла между ними. Так? То есть на самом деле обычная теорема косинусов – это гимн, восхваляющий скалярное произведение векторов. Согласны? Так вот, пространственная... еще больше восхваляет скалярное произведение. Дело в том, что самый... Ребята, доказывать пространство можно несколькими способами. В принципе, можно вполне обойтись, что называется, там прямоугольными треугольничками, без всяких скалярных произведений. Но! Вот запоминать теорему косинусов, вот честное слово, проще всего, если вы знаете про скалярное произведение. Объясняю, что я сейчас реально сделаю. Я возьму вот такой вот вектор и скажу, что его длина равна единице, а зовут его вектор ОА. Пожалуйста, пишите. Длина вектора ОА и длина вектора ОБ – это единица. Согласны, что это вполне несложно и естественно понять, да? Господа, все записали? ОА и ОБ – это два единичных отрезка. Как мы с вами обозначали угол между ними? Гамма. Что такое косинус гамма? Для двух векторов угол между которыми гамма. Что такое косинус гамма? Скалярное произведение. Скалярное произведение. Совершенно верно. Совершенно верно. Косинус гамма – это вектор ОА, который умножили скалярное на вектор ОБ. Дело в том, что просто по определению. Скалярное произведение двух векторов называется произведение их длин и косинуса угла между ними. Если длины равны единице, то естественно, что скалярное произведение – это как раз и есть косинус угла между ними. Так? Да. Так. Отлично. Теперь нужно сделать следующее. Нужно суметь перейти от наших вот этих вот векторов ОА и ОБ к каким-то векторам, чтобы у нас в работу включились бы всякие двугранные углы. В общем, все-все-все остальное. Само-все, в высшей степени, пожалуйста. Надо взять и с точки А опустить перпендикуляр. Давайте его обозначим АХ на луч ОС. И с точки Б опустить перпендикуляр, который я как обозначу? ОИК. ОИК. А? И под УК. Господа, давайте напишем быстро. ОА. Это. Это ОХ плюс ХА. Все понимают? Да. Дальше. ОБ. Это что такое? Это ОИК плюс ИКБ. А теперь берем и пишем, что у нас получается. Смотрите. Это получается ОХ умножить на ОИК. Согласны? Внимание. А что такое ОХ умножить на ИКБ? ОХ перпендикулярен к ИКБ. Правильно? Поэтому скалярное повреждение чему равно? Нулю. А чему равняется ОИК умножить на ИКБ? Тоже нулю. Значит, пишем последнее слагаемое. Плюс ИКБ умножить на ИКБ. Согласны? А мы пространство доказательства так можно доказать? Конечно. Твостское доказательство годится. Это пространство. Да. Конечно. Просто один к одному. Когда мы это делали, мы специально... Но мы, если честно, мы это даже двумя способами делали. Один из теорема косинусов выводили, а другой способ, там, помните, было со сложением на проекции. Так вот, поехали. Значит, а теперь осталось понять, что мы в точности получили теорема косинусов. Дело в том, что какой угол между векторами ОХ и ОИК? Какой? Ноль, конечно. Чему равно скалярное произведение двух сонаправленных векторов? Произведению и длин. Поэтому спокойненько должны взять, посчитать, чему равна длина вектора ОХ. Длина вектора ОХ – это, понятное дело, косинус чего? Вот этого угла. Косинус этого плоского угла. То есть, это есть косинус В делить на Р. Согласны? Пишем. ОХ – это косинус В делить на Р. Так, ОИК – это что такое? Косинус чего? А делить на Р. Я счастлив. Значит, вот эту штуку мы уже можем написать как произведение двух косинусов. Согласны? Так, давайте я внизу уже буду писать ответ. Значит, косинус гамма – это есть косинус В делить на Р умножить на косинус С делить на Р. Отлично. Плюс. Разбираемся с векторами ХА и УБ. А делить на Р. А делить на Р, спасибо. Разбираемся с векторами ХА и УБ. Чему равен угол между этими векторами? Это двугранный угол, вообще-то. Смотрите. По определению, двугранный угол, чтобы получить, надо взять перпендикуляры к стороне. Сторона – это ОС. Значит, это перпендикуляры. Согласны? С – здесь у меня перпендикуляры. И здесь у меня перпендикуляры. Значит, угол между ними – это угол гамма. Так? А чему равны длины? Не косинус гамма, а косинус С делить на Р. Что? Нет, гамма. У нас двугранный угол. Это было… Да, а вот тот внизу А, УБ – это косинус… Нет, гамма – это был двугранный угол. Вот этот угол – это был С. Ну вот, у нас там написано, да. Спасибо. Я все время действительно писал не то. Спасибо. Извините меня, ради Бога. Это просто описка. Конечно, С делить на Р. Значит, итак, соображаем. Чему равна длина отрезка ХА? Синус В делить на Р. Чему равна длина отрезка другого? УБ. Синус А делить на Р. Согласны? И, наконец, угол между ними какой? Гамма. Угол – это угол гамма. Значит, господа, обратите внимание. Вот она. Теорема косинусов. Теорема косинусов. А по компактникам нельзя? Нельзя. Более того, я не вижу никакого способа запомнить эту теорему без ворачивания в своей памяти вот этой картинки. Дело в том, что, конечно, это замечательный совет школьного учителя геометрии – «Запомни обе формы теоремы косинусов». Потому что, честное слово, когда я был школьником, меня этому делу учили, пока я вот эту штуку не узнал про векторы, я же ее запомнил, был абсолютно не в состоянии. Я вам больше того скажу. Если вы сейчас скажете мне «Напиши вторую форму теоремы косинусов», вы получите очень простой ответ. Я сначала напишу вот эту, и потом туда подставлю двойственники. Понятно, да?